вот ростат выступил с инициативой с поправкой в законодательство о том чтобы участие населения в переписи сделать обязательно наверно принудительным что ли не знаю как они обязательно а что будет если не примешь тюрьму посудит теперь наверное как это ну не знаю наверняка будет какая-то ответственность они пока принесли знать будет административной ответственности наверняка там будут на как штрафы а как вот на приходит к тебе переписчи ты говоришь пошел ну как обычно да условно не обяжут и что а как не знаю ну вот допустим приходу с милицией что бить меня будут я говорю не обещать на ваш вопрос да это делать ты что думаешь для того чтобы перепись что сделать это делать перепись делать нет я спрашиваю как я не не важно для чего может им надо там я не знаю чтобы не считать как а мне пофигу они хотят просто придумать еще один рычаг на людей понимаешь чтобы еще еще и как овец загнать они скажут что вы должны прийти туда туда ты отметится и все вот так не пришел административное ответственность что думаешь трудно людей что переписать когда у всех есть паспорта регистрация когда все переезжают через границу дали сюда там регистрируется да внеси ты это в компьютер и все будет у тебя загс есть все все акты гражданского состояния все записи актов гражданского состояния они в электронном виде все базу посадили двух умных они составили базу вот тебе все сколько умерло сколько родилось им это не нужно они хотят нас понимаешь вот чем нужно и при этом еще чтобы денежки какие получать там административные аресты какие-то будут то есть ну фашизм это фашизм настоящий вот сейчас уже если это было отдаленно напоминал фашизм сейчас это чистый фашизм обыкновенный фашизм как вот рома можно процитировать встречные инициативы посадить главного в рост стать и в тюрьму навсегда ну такая инициатива у меня законодательная чё ну а чё ну а учу всякую говорят помнисти к 70-летие победы выпустят 60 тысяч человек сколько выпустят конечно неизвестно но понятно что путину сейчас в тюрьме никого никто не нужен он бы всех выпустил но с одной стороны тогда он потеряет так сказать марку у нее там 600 с лишним тысяч сидит их кормить над поить представь как и орала сколько денег соедать конечно как безенчугу это убытков одни сколько несем и сейчас вот а внестия но это прекрасно всегда когда вместе вопросов нет свободы это хорошо но это люди в никуда то есть в основном там живут пустят людей которые совершили малозначительные преступления курицу он украл с голодухи вы не чем будет делать ему работу дадут нет не дадут его будут социально адаптировать никто его не будет адаптировать может ему помощь какую пособие будут платить как на западе не будут ему ничего платить и надзора не будет поэтому тут же совершит повторно преступление той и ни одно пока не попадется а так как полиция работает крайне плохо попадется он не скоро поэтому вот что я могу сказать я не против амнистия против такого государства который придумал путин ну и пресные с ним так скажем инстин интернешнл заявил что нашла новое свидетельство расстрелов и не военнопленных вооруженными сторонниками самопровозглашенных республик на востоке украины очень мало было не ну когда это заявлять интернациональный вот это амнистия то есть такой авторитетный достаточно общественный орган ну это то о чем мы говорили то есть дошли до определенного края когда временно скажем приостановлены какие-то действия и происходит подсчет то есть то что называют в кремле сухой остаток а сухом остатке огромное количество пропавших без вести пленных нет военнослужащих пропавших без вести когда ну пропал на поле бой ну разорвало его в клочья ну что ты тут сделаешь а здесь пленные пропали без вести некоторые из них мы их имеем возможность наблюдать в ю тубе как им угрожают смертью а потом они пропадают без вести ну что мы говорили что это преступление против мира человечности и преступление военные преступления за них придется ответить то есть может предупреждали тех вот придурков которые там мыль машина потом решили что они генералы такие вот мы предупреждали что ну вы как-то аккуратнее себя ведите а то потом придется в любом случае отвечать сроком данности по этим преступлением нету выдернув откуда угодно но они не поняли виду вот фейк очередной раскрылся про гибель 10-летней девочки в результате артиллерийского обстрела украинской армии донбасса да там bbc провело расследование выяснилось что не было даже обстрел то есть события не было а российские представители сми в нтв заявила о том что им это сказали в днр лидера днр сказали они этого продублировали но завтра они еще что-то скажут на вооружение боевиков на донбассе числов вы теряете электорат и будете терять вы знаете что такое электорат электорат это тот кто выбирает меня выбирать не нужно я сам себя выбрал разницу понимаете какая я выбрался сам но человек имел время выбрала нас человек наверно имел ввиду зрительская аудитория он просто перепутал слова да а на самом деле мы уже отвечали мы никогда не теряем ее она у нас всегда растет она растет просто бывают периоды но вот мы сами изучаем вот как весна почему-то период рост ну как это рост снижается до занижается ну вот март-апрель у нас всегда так получается хотя не мы не знаем еще статистику если в прямом эфире смотрят меньше то это не значит что смотрят эфир меньше если вы откроете вы увидите динамику там все очень четко написано насколько увеличивается количество просмотров они будут расти почему потому что где еще такую информацию получше на мтв такой не скажет там про распятого мальчика могут и про девочку расстрелянную сказать у славы мания величия правильно говорить внимание величия а бред величия бред величия у меня нет потому что он как бы сопутствует тяжелым психическим заболеванием частности шизофрении которую очень трудно спрятаться поэтому вы опять ошибаетесь на вооружение боевиков на донбассе почти 700 танков и 1000 с лишним боевых бронемашин из российского военторга об этом сообщает заместитель командующего а то валентин федичев да тут ситуация достаточно сложно ты понимаешь когда оружие находится на хранении вот украинская сторона то многие другие говорят вот там огромное количество боевой техники туда-сюда и это плохо да конечно я согласен потому что техника стреляет убивает это плохо но есть и положительный в любом положительном моменте в любом отрицательном есть положительный какой представьте туда загнали от тех пока наш там не на хранение стоит то есть она жрать просят грубо говоря ее надо чистить охранять заправлять т.о. проводить и так далее а все это денежки представьте какие огромные деньги просто так они стояли где-нибудь в ангарах каком-нибудь там волчи и все и никто про них устоим какой-то солдат на бобе там и и все нормально какой приходит мужик там растущие лет а какая кадрированная дивизия что-то там потер за эту копеечку получил а здесь постоянная движуха вокруг этого должна быть бронетехники больше чем в ангарах европейских государств от старе до 700 танков конечно ли одна тысяча бронемашину сколько это 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 три танковой армии вообще ну а как они вообще сами считают откуда нет сведений тебе что 700 танков ты же говоришь вот их загнать 700 танков не ведь не видно будет нет их с космоса даже видно ну конечно ты представь вот я говорю 700 танков и ты еще стоп бронемашин это я говорю 33 армии механизированных до 3 механизированных армии каждый из космоса даже видно ты чё только несколько тысяч человек на обслуживание надо заправки ну конечно даже просто экипажей просто если у каждой предположить машины есть экипаж то это уже даже по три человека сосчитаю жопа уже получать 6000 дураков плюс еще кто-то на бензовозах кто-то на связи кто-то на том на всем от все над обслуживать украина рассчитывает что на планированные встречи главмид стран норманской четверки по донбассу основной темой станет вопрос вводами миротворцев об этом заявил президент петр порошенко дают тут украинская сторона очень против того чтобы шла речь о российских миротворцев а я вот тут по-другому рассмотрел то есть да в начале мы еще год назад говорят что не надо никаких российских миротворцев потому что это будут понятно кто это путинцы будут и так далее моторолы до моторолы да вот а давайте лукашенко мы сейчас паровоз ушел и как бы как в том анекдоте концепция изменилась ситуация какая представляете себе что если сейчас будет достигнута договоренность о том что миротворцы входят европейские на условиях это я украинской стороне говорю что еще входит российские миротворцы что получается россии придется либо вытаскивать войска оттуда либо переодевать их в миротворцев тоже тех же самых которые сейчас не миротворцы понимаете а вот особенность мозга военного человека но не всех а большинства что он больше одной задачи ну не усваивает это понятно что если мы поставить две задачи 1 миротворческая другая когда хитрая то у него произойдет вот там когнитивный дисконавтом начнет замыкать в мозгу поэтому отказываться от этого не нужно наверняка потому сейчас будут копии ломать скажут ради бога давайте там пусть зайдут какие-то ирландцы там я не знаю испанцы в голубых касках ну надо там каких-то из россии голубых каск ну пусть они заходят все равно их будет гораздо меньше чем сейчас там сидит вот на этих танках и так далее и у них цели задачи будут другие поэтому мозг будет работать иначе они же не смогут сделать то чем сейчас занимаются вот эти да и получается что если они одели голубую каску то им потом надо выйти оттуда то есть они уже гостем представились так то они надеялись там остаться а тут получается он надел все значит пора выходить за конечно цели задача они сейчас чем занимать я так понимаю там казачков заставляет присягать там на верность днр и лнр и не днр и лнр а плотницкому и захарченко здесь они этим уже не смогут заниматься даже ходя кого-то разоружая они не будут выполнять дальнейшие задачи к потом разоружая нижней себе берут оружие выкладывают его куда-то да логично поэтому службу безопасности украина завела новое уголовное дело против бывшего президента страны виктора януковича теперь за жду за узурпацию но на самом деле совершенно справедливо то есть там вот российские сми прикалываются ничего прикольного нет конечно янукович и пристный тут же не в янукович дело в той шобле который вокруг него было мы все помним январе месяце вдруг они взяли все законы которые путин проталкивал 15 лет ну то есть полный идиотизм здесь они давили постепенно ну как балку гнули постепенно и согнули ее в дугу а там и решили все это сделать в один день там или в одну неделю все законы решили антиконституционные загнать но и в результате конечно переломился вот его вменяют вот это на это и есть но это конечно это таким таким образом некий некий антиконституционный переворот попытка антиконституционного переворота это совершенно очевидно хорошую штуку для прецедента нам-то как раз пригодится для международного прецедента